Все, что Сергей говорил, я думаю, были едины во мнении. Не только те, кто говорил, но я думаю, что практически все население Абхазии едино во мнении, что мы должны дружить, должны будем дружить с Российской Федерацией. Если даже не брать, а во времена Советского Союза взять последний период, начиная с развала, он так говорит, Союза, и то видно, я не говорю, а пока о чиновниках, правительственных связях, о народных связях. Референдум, я думаю, все это поколение, которое здесь сидит, помнит этот референдум по сохранению Союза. Абхазия, если не ошибаюсь, у нас 6% проголосовала за сохранение Союза. После этого, понятно, война и блокада. Также при такой блокаде Абхазия стала сверна народам России, России, потому что мы видели в этом, может быть, единственное спасение для маленького народа, малочисленного народа. Хотя, честно вам скажу, Валерий Шалович лучше меня и больше меня знает. Очень много было предложений Владиславу Григорьевичу и с Америки, и все те страны, которые, в принципе, были всегда за развалом России, все они предлагали нам и дружбу, и все, что хотите, но, тем не менее, наш народ, наш руководство осталось верным своим взаимоотношениям с Россией. И то же самое, наверное, сегодня показывают наши ребята, которые находятся на линии специальной военной операции. То есть, кроме вот этих ребят, в принципе, народы закрепили за собой эту дружбу. И к консистенции вот этому были два договора между Республикой Абхазии и Российской Федерацией. Первый в 2009 году, и второй в 2014 году я больше, может быть, как Канн Валерий Шалович говорит, мы больше участвовали в составлении данного договора. И то, что нам кто-то навязывал какие-то договоры, это, конечно, абсолютно неверно. Я скажу, кто занимался реально этими договорами. Это был совместный труд, естественно, с российской стороной. Это Леня Чемагова, это Ахрабжане, это Валера Агарба, это Беслан Борцец, это Канн Валерьевич. Старался я тоже где-то рядом там с ними поддержать их. И, в принципе, вот этот договор, который вы сегодня видите, и не сегодня только видите, в котором подчеркнуты и интересы Российской Федерации, и интересы Абхазии, он был коллективом общего труда и был подписан президентом. Я думаю, что в наших дальнейших странокнушениях мы должны четко придерживаться вот этого договора, наполнять его делом, наполнять его делом, и тогда не будет каких-то правотолкований, левых толкований, будет единное толкование. Это всеобъемляющий договор, который надо исполнять. Все остальное, ну, честно говоря, от Лукавова, и я не думаю, что надо за этим стояли какие-то серьезные политические силы России, это желание может быть каких-то олигархов, это желание тех, кто-то быстро заработает, заработать на Абхазии, не помогая Абхазии. Ну, к сожалению, если мы посмотрим на многие эти процессы, то мы увидим, что уши растут, к сожалению, с нашей стороны. Поэтому я говорю еще раз, самое главное для нас, естественно, народ будет общаться, это никто не может запретить. А вот то, что касается, как бы, уже официальных структур, это наполнять смыслом вот те договоры, которые были подписаны в 14-м году. Спасибо. Спасибо.